МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сегодня 24 года со дня вывода войск из Афганистана. У безработного жителя Сарани изъяли 520 граммов героина. В сортировке прошел молодежный лыжный турнир. Не поделили дорогу. Сегодня на железнодорожном переезде по улице Гоголя в районе кондитерской фабрики случилось ДТП. На кадрах видно, как тепловоз буквально протаранил Мерседес. Водитель легкового авто, по словам очевидцев, просто не увидел движущийся тепловоз. Пострадавших, к счастью, нет. На месте ДТП работали сотрудники дорожной полиции. Машинист говорит, что первый ряд стоял, все водители стояли, а он со второго ряда выскочил. Я не знаю, как он. Говорит, что он не видел. Нашей вины здесь нет абсолютно. Украл, выпил в тюрьму. В честь Дня Святого Валентина трое жителей Каркаролинска ограбили продуктовый магазин. Так рассказали сегодня в полиции. В праздничный день в отдел полиции обратилась 64-летняя владелица магазина. По ее словам, неизвестные, отжав металлическую решетку и пластиковое окно, пробрались в магазин и унесли продукты и спиртные напитки на 65 тысяч тенге. Вскоре трое подозреваемых в краже были задержаны. Ими оказались студенты Каркаролинского сельскохозяйственного колледжа. Один из них еще не достиг совершеннолетия. Задержанные признались в краже, пояснив, что продукты были нужны им для празднования Дня Святого Валентина. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража чужого имущества». Напомним, в августе 2012 года сообщалось, что житель Зыряновска украл для своей возлюбленной букет цветов. Продавщица цветочного магазина обратилась в полицию. И вскоре молодой человек был задержан. Стоимость украденного букета оценили в 500 тенге. В Саране сотрудниками ОБН был задержан 36-летний безработный местный житель, у которого было изъято свыше 520 граммов героина, сообщает прислужба областного ДВД. В День любви сотрудники полиции нагрянули домой к мужчине, где при проведении санкционированного обыска обнаружили и изъяли наркотическое средство. Как сказали журналистам первого, задержанный прятал изделие за диваном в зальной комнате. Героин мужчина уже расфасовал в чеке для реализации. Напомню, что на черном рынке стоимость одного грамма героина – 10 тысяч тенге. Была оперативная информация, что 36-летний житель города Саране собирается сбыть крупную партию наркотиков. При проведении обыска обнаружили и изъяли свыше 520 граммов героина. Санкции за совершение данного преступления предусматривают лишение свободы до 12 лет. В поселке Карабаска Рагандинской области в исправительной колонии общего режима АК-159-18 скончался Владимир Шепин, отбывавший наказание за убийство в 2009 году трехкратного чемпиона Азии по боксу Ермека Серикова. Об этом агентству «Интерфакс Казахстан» сообщили родственники Шепина. Он умер в минувшее воскресенье в колонии при неясных обстоятельствах. В областном департаменте комитета уголовно-исполнительной системы подтвердили факт смерти заключенного. Владимир Шепин, 1977 года рождения, осужденный по статье 103 Уголовного кодекса о причинении телесных повреждений, повлекших смерть, скончался от остановки сердца. Криминального характера его смерть не носит, сказали «Интерфакс Казахстан» в отделе по связям с общественностью областного департамента КУИС. Как сообщалось, в августе 2009 года на окраине города Шахтинск между Шепиным и компанией молодых людей, среди которых оказался известный боксер Ермек Сериков, произошла ссора, переросшая в драку с применением оружия. После того, как боксер нокаутировал Шепина, тот, придя в себя, достал из автомобиля ружье и выстрелил, попал спортсмену в бедро. Раненый Сериков скончался от потери крови в реанимационном отделении больницы Шахтинска спустя сутки. Напомним, Шепин отбывал наказание в той же колонии, что и Беляев. Время рекламы, она пройдет быстро, оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. 24 года без Афгана. 15 февраля отмечается 24 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня в Парке Победы у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг с участием Акима города Мирама Смогулова. По традиции, почтили память погибших на войне минутой молчания. Здесь, на площади Мамирала, посвященного подвигу воинов-интернационалистов, мы собрались, чтобы воздать должное высокому мужеству тех, кто погиб в борьбе и разоружении. Тех, кто остался жив, пройдя через горнило воин, кто до сих пор остался в строю и вносит свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Помимо официальных лиц, на митинг пришли родственники и друзья воинов-интернационалистов. Они вспоминали земляков, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни, став примером чести и мужества для молодого поколения. За 10 лет через горнило афганской войны прошли свыше 22 тысяч воинов-казахстанцев. Из них около 2000 – карагандинцев. У мемориала погибшим афганцам участники митинга поделились воспоминаниями о тяжелых годах в истории народов бывшего союза. Наша молодежь помнит только, что 14 февраля – это день Святого Валентина, а вот 15 февраля – многие не знают. Но для нас это большой праздник. Почему? Потому что в этот день уже перестали приходить гробы, сыновья вернулись домой. Это день для нас свято, мы чтим. Вот ребята приходят, общаемся, встречаемся. Узнал, что такое война, что я пришел тут живым. Ну, познал все горечи потери. Ну, как сказать, выпало на нашу долю. Вот самое главное – мы выполнили свой воинский долг до конца. И с честью вышли. Мейрам Смогулов снова вышел в народ. Итоговый отчет Акима города перед населением состоялся накануне. Глава областного центра рассказал о положительных достижениях города горняков и отвечал на вопросы граждан. Кстати, самыми популярными стали строительство домов, модернизация ЖКХ и благоустройство города. Отчитываясь о проделанной работе перед населением, глава шахтерской столицы отметил, что для улучшения благосостояния города было сделано немало. В Караганде были построены спортивные комплексы, появились новые скверы и парки, благоустроенные дворы, освещенные улицы. Проходит масштабный ремонт дорог. Активно реализовывались государственные проекты, среди которых программа занятости, модернизация ЖКХ. В этом году, обещает Мирам Смогулов, работа продолжится. В прошлом году крупными и средними предприятиями города выпущено продукцией на 174 миллиарда тенге. Рост в прошлом году составил порядка 8%. В основной капитал инвестировано почти 68 миллиардов тенге. В этом году планируется открытие ряда производств. Основные из них – это линия по изготовлению труб для наружной канализации, завершение строительства инфраструктуры индустриального парка, в третью очередь карагандинского фармацевтического комплекса. Но это еще не все проекты. Наибольшее количество вопросов на встрече с Акимом города были связаны с повышением тарифов на коммунальные услуги. В большинстве обращений карагандинцы просили решить проблемы инженерных коммуникаций, жаловались на отсутствие света, воды, газа и дорог. Жители микрорайона Степной 1 и 2 крайне сложно доехать до поликлиники номер 3 в Гурдере. Почему автобус номер 5 ездит так редко? КСК увеличил оплату на 200-300 тенге. То есть ежемесячная оплата стала около 1000 тенге. Почему? Дворы запущены, грязные, в заколдобинах, скользко. До остановки автобуса болтки нужно как черепаха. За время отчетной встречи прозвучало несколько десятков вопросов. Глава города ответил на все. Часть из них будет включена в план предстоящей работы. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. За безграмотную и неопрятную рекламу будут штрафовать. Накануне в городском Акимате состоялось совещание, куда были приглашены бизнесмены, председатели КСК и представители рекламных агентств, которым доступно разъяснили требования законодательства о рекламе. Им еще раз напомнили, что за ошибки на билбердах и рекламных счетах можно раскошелиться на кругленькую сумму. Городской отдел развития языков еженедельно проводит рейдовые мероприятия. В гостях у предпринимателей они подробно объясняют, как должны быть оформлены вывески и витрины в соответствии с законом о языках. Вот только контрольно-надзорными функциями сотрудники не обладают. Те субъекты малого и среднего бизнеса, наши предприятия, когда они хотят вывесить ту или иную визуальную рекламу разместить, они, конечно, должны согласовывать обязательно идеологическую составляющую с нашим отделом внутренней политики города Караганды, а уже употребление закона о языках, конечно же, как я сказала, с отделом по развитию языков. В отделе развития языков уже сбились со счета, сколько в Караганде рекламных счетов и вывесок с ошибками. Зачастую вывески на магазинах обозначаются на одном языке, что является круглым нарушением. В зданиях, многоэтажных, без разрешительных документов размещаются рекламные вывески, не соответствующие требованиям закладательства, без переводов на государственном языке. В данном случае представители КСК и КСУ должны нести ответственность за ненадлежащую и незаконно размещенную рекламу. Пока же чиновники ограничивались лишь устными предупреждениями. Мы не ставим себе цель, самоцель обязательно оштрафовать. Мы сначала хотим разъяснить, помочь методически, как это делается. Однако уже совсем скоро комиссия выйдет в рейд по безграмотным вывескам. Тогда уже предпринимателям за неправильные билборды, афиши и щиты придется нести административную ответственность. Все идеи осуществимы. Теперь карагандинские энергетики могут воплотить свои самые смелые проекты в реальность. Их готовы рассмотреть на республиканском конкурсе специально организованном компании «Эргономика». Четвертый конкурс энергосберегающих и экоохранных идей «Эргономика будущего» стартовал сегодня. На торжественном мероприятии побывала Аида Ибраева. Открытие республиканского конкурса «Эргономика будущего» стал долгожданным событием для постоянных участников ежегодного мероприятия. Конкурс, проводимый уже четвертый год подряд, стал своего рода стимулятором идей для карагандинских инженеров, которые в дальнейшем могут успешно трудоустроиться. Очень много интересных идей и много творческих, интересных, необычных подходов. Мы очень заинтересованы в проведении этого конкурса. Во-первых, заинтересованы в привлечении грамотных инженеров, заинтересованы в привлечении людей творческих к себе на работу. Когда собирается интересный творческий коллектив, и результат работы фирмы, конечно, совсем другой. Артем Юн, будущий архитектор, студентка Роганинского государственного технического университета, со своим проектом «Энергосберегающие технологии жилья» стал победителем конкурса в прошлом году. А сегодня молодой человек думает над воплощением проекта в жизнь. В принципе, реальная идея на 98%, то есть ее реально можно построить в наших условиях, просто нужно все более детально изучить. То есть я, например, не энергетик, я студент архитектуры, и я не могу точно сказать, сколько будет вырабатывать электричество. Я могу сказать приблизительно, что дом будет вырабатывать столько-то электричества. Сейчас я этим занимаюсь, я делаю новый проект, энергосберегающий тоже. Новизна и оригинальность идеи, решение существующих проблем энергосбережения, возможность реализации на практике и эффективность применения. Главные критерии проектов для участия отвечают всем потребностям государственной политики, экономии и развития. По словам председателя жюри конкурса Галии Таткеевой, в этом году в эргономике будущего произошли кое-какие изменения. В первую очередь это пропаганда идеи энергосбережения. Сейчас это первоочередная задача стоит перед каждым казахстанцем. Я хочу сказать, что вот у нас пять номинаций, и вот четвертой номинацией у нас добавилось, это Экспо-2017. Сейчас эта выставка стала национальным проектом, и государство поставило задачу перед всеми вовлечение всех в участие в этой выставке. Большую поддержку в проведении конкурса уже в четвертый год подряд компания «Эргономика» оказывает как местные власти, так и иностранные спонсоры. По мнению участников творческого мероприятия, не помешает привлечь еще больше заинтересованных лиц, ведь проекты обширны, и реализация их требует больших вложений. Очень бы хотелось, конечно, чтобы сюда приходили не только участники, которые идут сюда с интересными идеями, а также приходили люди, которые могли бы чем-либо проинвестировать, быть заинтересованы со стороны вложения в развитие страны в целом. Это прежде всего на руку и самим инвесторам, и обществу. Сегодня в конкурсе принимают участие в основном студенты, однако жюри «Эргономики будущего» готовы рассмотреть инновационные проекты от участников в возрасте от 8 до 80 лет. Свои заявки они могут оставить на сайте www.ergonomica.kz с 15 февраля по 15 апреля. Айда Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. С новостями спорта вас познакомит Берий Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В спорткомплексе «Динамо» состоялся третий ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти генерала-майора милиции Шумиленко и 24-летию вывода советских войск из Афганистана. На турнир была приглашена вдова генерала-майора Шумиленко Людмила Георгардовна, которая пожелала удачи и успехов участникам соревнований. Это соревнования мы каждый год продолжать будем. В честь наших ветеранов, в честь нас участников, для дальнейшего воспитания будущего поколения, будущего сотрудника внутреннего дела. И в данном мероприятии мы продолжать будем. В Минске состоялся этап Кубка Мира по самбо и 17-й открытый чемпионат мужчин на призы президента Республики Беларусь. В соревнованиях принимали участие представители из 10 стран мира, в том числе и Канжаров Мейнбет из Караганды, который дошел до финала и победил Андрея Курлыпу и завоевал золото. В Беларуси на Кубке Мира я провел 4 встречи, но самая сложная была финальная. В прошлом году я также дошел до финала, но проиграл. В этот раз мне все же удалось взять реванш у Андрея Курлыпы. До этого Андрей не раз принимал участие в таких соревнованиях. На его счету было 16 побед подряд, но на 17-й раз я ему не дал победить. В сортировке прошли соревнования по лыжным гонкам, которые входят в состав президентского многоборья. На лыжной базе парка культуры железнодорожников соревновались спортсмены со многих районов города Караганды и Тимиртау. Возрастные категории от совсем юных школьников до 40-летних мужчин и женщин активно принимали участие в соревнованиях и боролись за призы и кубки, предоставленные аппаратом Акимата Октябрьского района. Победители первенства награждал лично заместитель Акима района Канаев Алимжан. В Октябрьском районе были проведены соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие около 200 участников. Также не только жители нашего района, но и пригласили, принимали участие жители Казбийского района, даже были участники из города Тимиртау. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Сау Волон издар. Сау Волон издар.